ну что ж доброго времени доброго времени вам на очередном видео обзоре новых клинков из стали aus 10 с вогнутыми линзообразными спусками итак поехали обозревать вот такие вот клиночки вот у этого только единственно что плоскость в полировку остальное все сатин сатин непростой очень-очень мелкий если мне получится даже я сейчас на видео покажу структуру стали она есть вся на виду привод ногая вот именно добивался такого наносатина чтобы вы видели в этой макросъемки вот этот весь ее рисунок вот такие вот варианты единственное что мне как бы не понравилось но это конечно кому это понравится это шлифовка реально вот ну резко там закалка все это на 1 2 но шлифовка она была долгой и тяжелой примеру вот даже последний самый финишный проход вот это вот наносатина знаете сколько три ленты один такой клинок такой три ленты в мусорку какой расход а вот у такого клинка 5 лет финишных только только одного перехода единственного чтобы получить вот такой наносатин с таким вот структурным рисунком клинка чтобы он реально проявился и показался все такое это практически полировка но нет это не полировка вот такие вот сегодня варианты такой же сатин то продольные уже плоскости то есть вот эти плоскости вот протащил но они все равно так и металл так не прорисовывают как вогнутость показать то и очень хорошо видно вот вне камеры я не знаю вы видите ли вы его сейчас наверное увидите вы можете все таки всю структуру стали просто вот как прозрачный клинок кого-то такое ощущение да его можно было просто взять час и полярнуть но потерялись бы все грани до одной вот все совершенно все поэтому не хотелось вот этого вот всего матери потерь видите там там реально дамаск причем крутящий дамаск вот поэтому я и заморочился вот так вот и кидался лентами как просто я не знаю как спичками как говорится артур заметили два клиночка рядышком лежит вот этот речь не помню выпускал не выпускал вообще это тоже вами нарисованы вот решил произвести подобные кстати модели будут следующими из vg-10 летят сейчас из аус-10 так это клиночек тоже мне рисовал один охотник я ему тут производил у меня забрал это был может где-то уже год назад наверное вот я его повторил он и убрал как второй нож он реально охотник реально ему там для охоты нужно не знаю разделывает он или что ли там даже ничего говорить не буду просто ему нужно было именно такой я тогда делал под заказ да сейчас многие наверно скажут да я под заказ не делаю там я под заказ не делаю а сам берет и делает да это бывает сверх редко когда у меня появляется какое-то там вдохновение плюс чтоб все это совпало свободным каким-то временем что это будет очень редко но да такое случается и в этот раз я тоже делал под заказ я вам сейчас скажу вот еще один клиночек все в таком же сатине рисунок вы наверное не увидите не знаю видно хорошо вот именно вне камеры просто прекрасен вот вместе с ними я параллельно гнал еще два клинка вот два клиночка готовы они на обзор не попадают ну либо может покажу мельком вот эти вот бачаки с сатином с вогнутостью от обуха с тонкими с тонкими подводами для реза а второе вот как договаривались с небольшим плоскостью небольшой обуха тоже бычак также тонкий в общем с кромочкой аккуратно точно не для рубасова здесь бычаков нет по твердости у них просто стандартная не вытянутая до максимума твердость я вам фотки покажу вставлю сюда видео то есть какая твердость просто стандартная то которую это стали выдает стандарте без вот этих вакуумных там приспособление без криво там всяких купаний вот этих вот просто закаленная хорошо на отлично и в этой в норме вот в этих пределах которые приписаны к этой марке стали вот так вот все отверстия 3 миллиметра в хвостовиках давно у меня кстати уже спрашивали многие то есть когда буду такой нормальный клинки когда нормальный с вогнутые линзы то есть люди соскучились и принципе даже я соскучился по этой вогнутой линзе и вот они перед вами а на этом все и до новых встреч увидимся